Добро пожаловать на Тульскую землю! Я приглашаю на эту сцену начальник управления, главный геолог ФБУ ГКЗ Людмила Леонидовна Катюжан с темой государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод в современных условиях. Без сомнения, начну свое выступление с нормативно-методических документов, по крайней мере с основных. Значит, основным документом является у нас, без сомнения, закон о недрах, который содержит правовые и экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр и обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прав пользователей недр. Согласно статье 23 закона о недрах, проведение государственной экспертизы полезных ископаемых является одним из основных требований по рациональному комплексному использованию недр, предусматривающих в том числе полноту геологического изучения, рационального комплексного использования недр, достоверную оценку запасов полезных ископаемых, достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместность с ними залегающих полезных ископаемых. В настоящее время организация государственной экспертизы, оказание государственной услуги по проведению экспертизы принадлежит Федеральному агентству по недропользованию. Основным документом для госэкспертизы является постановление правительства Российской Федерации номер 69. Кроме того, административный регламент, утвержденный приказом Роснедр от 5 ноября 2020 года, номер 485. А также отдельные приказы, письма, распоряжения Минприроды, Роснедр, приказы ФБУ ГКЗ, положения по филиалам. Основным документом, в соответствии с которым ТКЗ утверждает запасы, является приказ Роснедр от 22 декабря 2005 года, номер 1332, о территориальных комиссиях по запасам полезных ископаемых. Основные требования по представлению материалов по ТПИ, подземным водам, подземным сооружениям, утверждены приказами и распоряжениями Минприроды. Требования утверждены все-таки приказами Минприроды, не распоряжениями по соответствующим отраслям. По подземным водам это 569 приказ 2010 года, подземное сооружение это приказ Минприроды номер 50 2013 года. 586 приказ, это касается твердых полезных ископаемых. Кроме того, мы используем, так же как и наши нейдропользователи, методическими рекомендациями по применению классификации запасов и прогнозных ресурсов, полезных ископаемых и подземных вод, утвержденными или согласованными распоряжениями Минприроды России. Те документы, которые я назвала и другие, они находятся в свободном доступе на сайтах ФБУ ГКЗ, Роснедр, справочно-правовой системе, консультант и других. Что касается экспертизы по Центральному федеральному округу, хочу привести вам за два года статистику, будем так говорить, которая свидетельствует о том, что основное количество отчетов, которые поступают на экспертизу ФБУ ГКЗ, являются отчеты по подземным водам. Так, в 2020 году всего было проведено 192 экспертизы, в том числе по ТПИ-40, по подземным водам 150 и по подземным сооружениям проведена экспертиза по двум объектам. По 2021 году по ТПИ 15 объектов было рассмотрено отчетом и по подземным водам 156. Главной задачей государственной экспертизы является проверка и обоснованность и достоверность материалов подсчета и переоценки запасов в месторождении полезных ископаемых и подземных вод. Техника экономического обоснования кондиции на минеральное сырье, обоснование возможностей использования недр в целях, не связанных с добычей. Для подтверждения достоверности экспертиза обязана в числе других вопросов оценить первичную геологическую документацию. Егор Михайлович очень подробно говорил о геологической информации, о едином фонде геологической информации. Так вот, что касается первичной геологической информации, если она представляется в электронном виде, то это должен быть не просто файл, который изготовлен с применением компьютерных технологий, а первичная документация должна быть подписана электронно-цифровой подписью, чтобы была возможность проверить в том числе и дату составления первичной документации. Потому что первичная геологическая документация – это та, которая получена в результате наблюдений и исследований геологических объектов в их естественном залегании, в пробах и иных видов и результатов исследований. Объем первичной информации всегда значительный и требует большого времени для его анализа. Кроме того, для подтверждения достоверности экспертиза обязана в числе других вопросов рассмотреть правильность применяемой методики, техники, обоснованность объемов геолого-разведочных и опробовательских работ, их качества, соблюдение комплексности использования полезных ископаемых, достаточности и оценку достоверности анализов и технологических испытаний при изучении месторождения для обоснования рационального промышленного использования подсчитанных запасов основных и попутных компонентов. Экспертиза оценивает обоснованность авторских представлений и выводов о генезисе, структуре месторождения, о морфологии тел полезных ископаемых, условиях залегания качества сырья, вещественного состава, технологических свойств, горно-геологических условий эксплуатации для обоснования соответствующих параметров, кондиций и подсчета запасов. Экспертиза оценивает и рассматривает расчет кондиций проектных решений. Это и производственная мощность предприятия, технологические процессы, подобающие переработки сырья, источники обеспечения предприятия электроэнергии, теплом, водой, размером вложений, в том числе сопряженных вложений в инфраструктуру района и смежные отрасли промышленности. Без сомнения, это вопросы охраны окружающей среды, годовых эксплуатационных затрат, себестоимость единиц товарной продукции, принятых цен, численность работников и производительность труда. Также рассматриваются и делаются выводы о подготовленности месторождения для промышленного освоения, достаточность имеющихся материалов для составления проекта разработки нового или реконструированного действующего добывающего предприятия, целесообразность постановки дополнительных георазведочных работ, возможно, опытно-промышленной разработки в зависимости от стадии георазведочных работ и достигнутой степени изученности. Оценка экономической целесообразности промышленного освоения рассматриваемого месторождения. С целью проведения государственной экспертизы создается экспертная комиссия, включающая внештатных экспертов и не более 30% штатных сотрудников ФБО ГКЗ. В настоящее время срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 65 рабочих дней. При необходимости экспертная комиссия запрашивает дополнительные материалы. При этом срок может быть увеличен, но не более чем на 20 рабочих дней. Заключение государственной экспертизы после завершения работы, ее работы в течение пяти рабочих дней с даты подписания утверждается федеральным агентством. И затем в течение пяти рабочих дней протокол, утверждающий заключение государственной экспертизы, и само заключение должно быть передано, направлено заявителям. В настоящее время в заявлении на оказание государственной услуги по государственной экспертизе предусматривает указание в заявление недропользователя, а только он может быть заявителем, а не автором материалов, указывается в каком виде заявитель желает получить заключение. Или это бумажный вариант, нарочный, или это почтовое отправление, или это электронный документ. На согласовании находится новая редакция положения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользовании участках недр, об определении размера и порядка взимания оплаты за ее проведение. Находится новая редакция этого положения взамен 69-го, предусматривающая сокращение сроков ее проведения, которое, как и прежде, определяется в зависимости от трудоемкости экспертных работ и объема предоставленных на экспертизу материалов. Экспертиза не должна превышать 45 рабочих дней, но при наличии технических замечаний по материалам, представленным заявителем, ФБУ ГКЗ или его филиалы в течение одного рабочего дня должны будут направить заявителю уведомления о необходимости устранения выявленных замечаний. И в связи с этим экспертиза может быть приостановлена на 30 рабочих дней или до момента представления уточненных материалов. Затем в течение 15 дней экспертиза обязана завершить рассмотрение материалов и заключение госэкспертизы передать на утверждение в Роснедра или в Терорган. Для утверждения ГКЗ или ТКЗ. Хочу сказать, что, конечно, качество представляемых на государственную экспертизу материалов напрямую влияет на сроки проведения экспертизы и, конечно, результаты принимаемых решений. Что касается экспертизы, буквально коротко, экспертизы твердых полезных ископаемых. В целом опыт проведения экспертизы запасов твердых полезных ископаемых позволяет говорить о том, что большинство, к сожалению, материалов, представляемых на рассмотрении ФБУ ГКЗ, не соответствует требованиям методических нормативных документов и нуждается в существенной доработке. Ошибки и недостатки представленных материалов являются следствием либо низкого качества и недостаточной полноты исходных георазведочных данных, положенных в обоснование ТЭО-кондиции и подсчет запасов, а также незнание, возможно, заявителями и авторами как законодательной, так и методической базы. Составлением материалов ТЭО-кондиции и подсчета запасов составлением нередко занимаются или предприятия, которые, когда недропользователь привлекает подрядчиков, значит, эти предприятия или перегружены чрезмерным объемом заказов, или это берутся за работу организации, где нет специалистов, обладающих необходимым уровнем квалификации. Кроме этого, недропользователи по разным причинам не приводят дополнительных георазведочных работ. И исследования, а также ТЭО-кондиции и подсчет запасов опираются на материалы 50-70-х годов прошлого века. Какие могут быть рекомендации? Недропользователям необходимо обеспечить сохранность и учет всей имеющейся геологической информации. Сохранность первичной документации, своевременная обработка результатов аналитических работ, доработка и хранение материалов, исправленным с учетом замечаний предыдущей экспертизы, ну и кроме того, сдача материалов, отчетов фонды геологической информации, дабы следующие ваши коллеги могли воспользоваться. Бывают случаи, что не сохраняются или электронные версии документов, а если это предыдущих периодов материалы, бумажная версия отчетов не сохраняется. Ну и с целью повышения качества материалов, представляемых на госэкспертизу, следует обеспечить возможность обмена опытом между авторами, экспертами, сотрудниками профильных организаций, а также организовывать и всем принимать участие в семинарах, конференциях, подобных форумах. Еще несколько вопросов по ТПИ. Значит, при квалификации запасов нередко смешивается понятие степень изученности и балансовая принадлежность. Запасы переводятся в забалансовые на основании их недостаточной изученности. Это так делают авторы, что методически неверно. В этом случае следует относить их к более низким категориям запасы или к прогнозным ресурсам. При списании запасов необходимо предоставлять полноценное споставление данных разведки и эксплуатации месторождения, движение запасов по блокам, ранее утвержденным ГКЗ или ТКЗ, и обязательно, конечно, анализ причин неподтверждения запасов. В случае непредоставления подобных материалов это как раз и приводит иногда к отрицательным решениям. Мною отмечены лишь основные причины недостатков, представляемых на экспертизу материалов. Но существует много других, требующих отдельного рассмотрения анализа. Поскольку каждое месторождение уникально, в каждом случае нужен индивидуальный подход к его анализу и к оценке его материалов. Детальность нормативно-методических документов, регламентирующих государственную экспертизу, позволяет учесть все особенности месторождения и его полезных ископаемых. Только понимание своеобразия каждого объекта, свойств полезных ископаемых, технологии их переработки и направления использования позволяют всесторонне и достоверно оценивать запасы месторождения и балансовую принадлежность и обеспечивать таким образом рациональное комплексное использование недр. Еще раз подчеркиваю, что качество представляемых материалов на государственную экспертизу напрямую влияет на сроки проведения и результаты принимаемых решений. Что касается экспертизы подземных вод, государственной экспертизы подземных вод, Здесь приводится для моих коллег-геологов, мне кажется, так сказать, общеизвестная информация, но хотелось бы сказать, что одним из ключевых вопросов взаимодействия государства и бизнеса в сфере геологического изучения недр и недропользования, как это заявлено в анонсе форума, является вопрос экспертизы запасов подземных вод, составляющих наибольший процент от общего числа экспертиз запасов полезных, ископаемых по Центральному федеральному округу. Ранее я называла их количество. Основные нормативные документы, которые лежат, так сказать, в основе экспертизы, это классификация запасов и прогнозных ресурсов, фитивых, технических, минеральных вод, теплоэнергетических, промышленных, подземных вод. По условиям возможности использования подземных вод, группы приведены и по экономическому значению экологической безопасности для промышленных и теплоэнергетических вод. То есть это балансовые и забалансовые запасы. По степени геологической изученности это запасы категории А, Б, С1 и С2, и группы месторождений подземных вод по сложности геологического строения и гидрогеологических условий. Это простые, сложные, очень сложные и исключительно сложные. На следующем слайде приводится информация о зависимости от степени изученности и сложности месторождений, отнесения их к разведанным, оцененным, о возможности проведения опытно-промышленной разработки. Ну, хотелось бы здесь сказать о тех проблемах, которые возникают при экспертизе запасов подземных вод. Два вопроса, которые считаем необходимым осветить на настоящем форуме. Первый касается больше, так сказать, формальных позиций части полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и федеральных органов. В этом случае бывает различный подход и трактование нормативных документов. В частности, это касается объема запасов. Вот до 500 кубов в сутки запасы подземных вод отнесены к полномочиям органов исполнительной власти. Что касается более 500, это полномочия федеральных органов, государственной власти в сфере регулирования отношений недропользования. То есть по Центральному федеральному округу это госуслуга и утверждение заключения госэкспертизы или Роснедра, или ТКЗ Центр Недра. В связи с этим необходимо прийти к общему пониманию по объектам с пограничным объемом добычи. Например, 500 кубов в сутки. А в случае неравномерного отбора в течение года, когда добыча, например, 364 дня в году составляет 5 кубов в сутки, а в течение одних суток для наполнения, например, пожарного резервуара или пруда в объеме полутора тысяч кубов в сутки. Соответственно, необходимо поднимать вопросы или в своевременном переоформлении лицензии или принимать какое-то уточнение в наших нормативных документах при выдаче лицензии. И второе направление касается непосредственно экспертизы запасов подземных вод. Это достаточно большое направление. Ну, собственно говоря, по комплексу это обычная история, лицензирование, составление экспертизы проектов, геолого-разведочных работ, качество проведения самих работ, качество ведения недропользователями, мониторинга подземных вод, качество материалов последующей оценки запасов, ну и государственная экспертиза результатов работ, а затем передача материалов фонда геологической информации, которая весьма актуальна в свете выхода новых нормативных документов в этом направлении. Следует в данном случае отметить вопрос взаимодействия недропользователей или авторов отчетов с органами Роспотребнадзора. Дело в том, что при экспертизе запасов подземных вод для питьевого водоснабжения в обязательном порядке требуется заключение органов Роспотребнадзора, которые в соответствии с законодательством несут ответственность за данные вопросы, отвечают за качество воды, подаваемое потребителем, оценивают возможность организации зон санитарной охраны и контролировать соблюдение соответствующих режимов в пределах этих зон. Но единообразия в подходе к выполнению данных полномочий у территориальных подразделений Роспотребнадзора нет, что зачастую отражается на результатах экспертизы запасов подземных вод уже при проведении экспертными органами и выражается в существенном усложнении или по срокам прохождения запросам дополнений, разъяснений и тому подобное. Как пример можно привести случай, когда для подтверждения возможности использования подземных вод для питьевого водоснабжения органы Роспотребнадзора выдают такую формулировку в своем заключении, приводят формулировку. Здания и сооружения по такому-то адресу соответствуют санитарным нормам и правилам. Вот предлагается этот вопрос о единообразии заключений органов Роспотребнадзора по материалам подсчета запасов для подземных вод и в целом для использования подземных вод внести в решение нашего форума и обратиться к органам Роспотребнадзора, чтобы все-таки было единообразие. Вот, собственно говоря, здесь у меня отдельные моменты и указывается, что необходимо включить в резолюционную часть решение форума рекомендацию необходимости единообразного заключения органов Роспотребнадзора на качество подземных вод и согласование возможностей организации зон санитарной охраны. Цель моего доклада, уважаемые коллеги, прежде всего, не только в том, чтобы указать на ошибки недропользовательной и авторовой отчеты, на недостатки материалов. В нынешней ситуации они как раз логичное следствие тех проблем, которые есть. Чего греха-то есть и в нашей отрасли, и в кадровом голоде, который мы испытываем. Но мы стараемся помочь решить и желаем помочь решить многие вопросы нашими общими усилиями. ФБУ ГКЗ обладает достаточным научным и практическим потенциалом. Это и руководство, и специалисты отраслевых отделов, и высококвалифицированные эксперты, имеющие обширный опыт в сфере недропользования. ФБУ ГКЗ предоставляет недропользователям услуги в области геолого-экономического изучения. Недр проводят семинары, научно-практические конференции с участием сотрудников Роснедр, ФБУ ГКЗ, Росгеоэкспертизы. Участвуют филиалы ФБУ ГКЗ или специалисты филиалов ФБУ ГКЗ, которых у нас 10 филиалов. В ФБУ ГКЗ есть экспертно-технический совет, где ваши новые методики, инновации разберут, обсудят. При необходимости специалисты и эксперты, работающие на разных месторождениях и разное время работавшие, выдадут рекомендации. В целом, в ФБУ ГКЗ проводится работа в направлении совершенствования механизма государственной экспертизы, который бы удовлетворялся современным национальным интересам в области использования недра. Спасибо, дорогие товарищи. Я готова завтра... Спасибо. Я готова завтра и моей коллеге, здесь у нас главные специалисты отдела подземных вод, отдела подземных сооружений, ответить на ваши вопросы. Вопросы, контакты наши здесь. Так что завтра пообщаемся. Спасибо большое, Людмила Леонидовна. Да, учитывая специфику и принадлежность отраслевого форума, не думаю, что кто-то найдется из участников, кто так или иначе не сталкивался с взаимодействием с Государственной комиссией по запасам. Хочу напомнить, что сегодня и завтра на форуме участвует довольно представительная делегация ГКЗ во главе с Леоновым Михаилом Геннадьевичем, Людмилой Леонидовной и другими коллегами, которые не в стенах ГКЗ, а здесь в живом общении, готовы будут пообщаться, послушать, может быть, чем-то помочь. Спасибо. Спасибо.